всем привет котенка да он тоже ух, лепота то какая, смотрите, горы вот я все хочу сходить вот на этот пик или на этот, неважно куда-нибудь из этих пиков город то рядом, вот здесь можно подняться так, ну ладно, все надо завтракать, всем хорошего настроения, пятница а, ну что, вы там вообще отдыхаете? вам то вообще хорошо будем собираться, знаете что, друзья хочу вам сказать, что вот зимой спать без вот такой вот вещи, вообще просто невозможно это такая классная штука это вот, это все конструкция нагревает ваше спальное место, здесь два режима, щадящий он периодически выключается и самый мощный, жарит постоянно, мы сейчас спим на самом мощном, потому что ночью холодно и это вообще круто все, все проблемы отпали ночью стало спать хорошо здравствуйте, друзья, добро пожаловать на канал Тони Лавши тема, которую сегодня я хочу осветить она настолько странная для меня и я даже не понимаю как это может вообще произойти в жизни вернее, наверное, я понимаю как это может произойти но вот смотрите, январь, тепло, хорошо развитый город много небоскребов и вроде бы хорошо одетых людей и вроде бы так все замечательно в нашей школе тем более жизнь проходит в обычном режиме студенты на уроках учителя на своих местах все стандартное обычно вы знаете, у меня есть одна студентка она, ну, во-первых ей 16 лет и вы знаете, я хочу сказать, что она очень жизнерадостная и очень, вообще очень активная очень умная хорошо говорит по-английски у нее хорошо дела в математике и хорошо вообще по предметам все у нее замечательно все ее любят она очень активно танцует на всех мероприятиях всегда обязательно какие-то шоу маленькие приготовляет опять же танцы и вы знаете сегодня случилась очень необычная ситуация ну, во-первых, в Китае такие вещи крайне часто вернее, крайне часто наверное, я лучше сказать оговорился потому что такие вещи в Китае случаются редко но вот они случаются все чаще относительно общего числа людей они можно сказать что случаются редко но вот в Китае такие вещи из-за огромного я-ли давления огромного напряжения на работе и так далее на учебе эти вещи случаются очень часто сегодня девушка у нас хотела выпрыгнуть из окна для справки мы находимся на пятом этаже и приземлиться у нас везде внизу бетон приземлиться будет очень не сладко слушайте ну я даже не знаю как толком начать машины поставили блин не пройти вот как мне сюда пройти вот сейчас как-нибудь пролезу смотрите садик в деталях что произошло сегодня между вторым и третьим уроком на перерыве когда я кстати делал запись о разминке всех учеников учителей которые у нас каждый день проводятся между вторым и третьим уроком классный руководитель подошел к нашей ученице и сказал ей чтобы та одела штаны поменяла штаны на штаны от нашей школьной униформы потому что в нашей школе и вообще в Китае все дети всегда должны во всех школах носить школьную униформу она везде одинаковая понятно что она не всем нравится какая бы она красива ни была не хочется всем выглядеть одинаково тем более как бы все черные волосы и вообще ну это свойственно для любого человека стараться выделиться из окружающих так вот наша ученица она поспорила с этим учителем она привела ему контраргумент сказав что а вот ученик из соседнего класса тоже девушка она носит штаны какие там хочет и вообще одевается как хочет и что это за дела такие вот вы почему-то на нее не смотрите а на меня смотрите на что-то сказала ну мол это не твое дело там и так далее короче толком не привела никаких аргументов впоследствии выяснилось что та девушка которая носит там все что угодно она часто дарит подарки этой учительнице и в общем оказалось что ну какая-то там у них связь все-таки есть а вот моя ученица должна одеть эти штаны моя ученица разумеется под натиском вот такой несправедливости почему она должна а вот та другая не должна что-то мэри Мы просто делаем их. Вы любите вашу девушку? Я не люблю. Вы не любите? Он любит девушку, мне это в свою девушку. Он любит девушку. Да? Я тоже учитель. Мы все учили в школе. Мы здесь не учили в школе. Сегодня? Сегодня? В стране. Вы учили в школе? Меня зовут Голчун. Я очень трудно изучать. Я думаю, что в школе среди страны очень трудно изучать. Это сложно изучить научно учиться, то они станут неправильными. В школе среди страны одинаковыми. Вы тоже местные? Вы не знаете? Вы сколько? Десять на 9. Я всегда буду изучать. В это кто-то у меня любит девушку. Как много? Вы должны быть в школе с другими. Есть много? Другой! Нет, они обучают язык. Другая солна. Другой солна. Другой? Одна странная страна. Другой солна. Это мой сын. Ты не знаешь? Я назвал Тони. Тони! Тони! Так, с девчонками я заговорился, итак, девушка перешла на повышенные тона, на что учитель ей сказал Это все равно, что сказать Это образование Ты, в общем, невоспитанная И знаете, это оказалась очень больная тема для моей ученицы, потому что у нее нет отца, когда ей было два года Это я только сегодня тоже все узнал Когда ей было два года, вся эта история с ней приключилась, отец от них ушел, она, в общем, одна с мамой И, видимо, все было очень непросто И, ну что, это, разумеется, ни к чему хорошему не привело Потому что девушка, смотрите, какие интересные штуки растут Потому что девушка, вот я сейчас покажу вам Прикольно, да? И вот такая очень чувствительная тема оказалась для моей ученицы Она перестала себя контролировать и вышла просто на уровень абсолютной истерики И я вообще даже не думал, что такая жизнерадостная и веселая девушка Может так истерить, топать ногами, стучать руками по столу Прыгать и просто толкать всех вокруг И вообще, знаете, просто полный хаос И, разумеется, куча народу сразу вокруг собралось Я сначала, я просто слышал очень, крик был рядом, где-то в метров, наверное, семи Старался, как бы, знаете, ну, не лезть Потому что и так было очень много народу Там два учителя было рядом И смарт Какая прикольная машинка И, в общем, вся эта история вот таким вот образом завертелась Я не понимал, что делать Никто, в принципе, не понимал, что делать Кроме как, вот, знаете, быть наготове Быть, как-то, знаете, дать какой-то совет Ну, там много советов не нужно в этом случае Нужно просто успокаивать, подбадривать как-то И выводить человека на нормальное состояние И, в общем, во время перерыва мы за этим всем наблюдали Но, когда начался наш урок, то ситуация становилась только хуже И вышла, знаете, на абсолютно новый уровень Потому что девушка начала, знаете, ну, просто так истерить И так орать, и так, знаете, расталкивать все это В общем, махать руками И, тем не менее, когда началась вот эта активная движуха И она начала пытаться выпрыгивать Я сразу же подбежал, я был тоже в стороне Начал активно тоже принимать в этом всем участие Потому что там было два учителя Всего лишь две маленькие девушки Она студентка, их гораздо, ученицы гораздо крупнее, чем они И, в общем, начала просто там в окно, к окну вот это все, знаете Пытаться пробиваться И я, естественно, подбежал Схватил ее, как, ну, сразу же, если умеется Я ее сразу же оттащил от окна Я их, в общем, всех-всех прям усадил Всем тут стулья Начали дальше проводить разъяснительные, успокоительные работы И, в общем, вот такая вот невероятная ситуация, друзья Это очень необычно оказаться в такой ситуации Прочувствовать это все Знаете, ну, обычно мы можем наблюдать такие вещи в фильмах Когда там успокаивают, выходят специальные люди, проводят дискуссии И когда вот ты сам оказываешься в такой ситуации И не понимаешь Ну, вернее, ты понимаешь прекрасно, что нужно делать И ты это делаешь Знаете, ну, ты все равно одновременно удивляешься всему происходящему Что это вообще вот так вот просто может случаться И главное, ну, вот так ни с чего Знаете, вот так вот просто завестись И вцепиться за оскорбления Ну, знаете, как случай в кинотеатре, который у меня был Мне тоже там хотелось Наворотить товарищу по лицу Но там, как бы, сдержался, да Вот это очень хорошо, что все так случилось Вот, и вот как на ровном месте Могут случаться вот такие вот курьезы Я вот говорил уже, что в Китае такие вещи Все больше начинают случаться Потому что в Китае очень большая конкуренция В образовании, в работе В большом давлении на работе И из-за большого количества правил Люди просто перегорают И, например, вот в школе, в которой я работал В Чэнду У нас там тоже была учительница Я ее прекрасно знал Ей где-то в районе 50 плюс-минус Знаете, вот так Она работала, у нее семья Там все дела Кредиты, конечно, все как у всех И она так тоже активно принимала участие Тут там такая все это Ходилась, так Идет на обед С обеда там Здоровалась всегда И вот я уехал оттуда Когда из Чэнду Вот эта учительница тоже Она покончила с собой Тоже, кстати, выпрыгнула из окна И, ну вообще Не ожидаешь таких вещей Таких просто сумасшествий В общем, друзья Это все, что я хотел вам сказать Пишите, что вы думаете на этот счет И будьте здоровы Самое главное Никогда не теряйте самоконтроль Всегда нам нужно оставаться людьми Помните о том, что Мы все должны выполнять какую-то миссию В обществе, в семье И так далее И двигаться к цели Которые мы планируем И главное Не перегорать Потому что На это мы просто не имеем права Нам не нужны всякие глупости Поэтому, друзья Хороших вам предстоящих выходных А ну вы же до сих пор отдыхаете Это мы работаем Ну все, друзья Давайте прощаться Я желаю вам Хорошего настроения Такую засолу Иду под деревьями И все Будьте молодчиками Всем пока, друзья Умадача 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 Субтитры создавал DimaTorzok